Турция ударный вертолет БЛА-1 Чобра представляет собой одномоторный, техника армии. США турецких вооруженных сил Турция купила 10А1W в начале 1990-х годов и дополнила их 32 бывшими американскими армейскими Кобрами. Эти дополнительные единицы включали несколько тренажеров ТА-1П, в то время как большинство было доведено до стандарта А1Ф. В течение 2010-х годов турецкие кобры неоднократно участвовали в боевых действиях против курдских повстанцев у границ Турции с Сирией и Ираком. Сообщается, что в ходе этих операций несколько кобр были потеряны в результате обстрела противника. Во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году турецкие кобры предположительно обстреляли несколько полицейских машин. БЛА-1 ЧОБР представляет собой одномоторный ударный вертолет производства компании Белый Личоптер. Он был разработан с использованием двигателя, трансмиссии роторной системы БЛА-1 и Ракуаис. Член плодовитой семьей Уэй, А1 также называют Уэй ЧОБР или СНАКИ. А1 был основой парка ударных вертолетов армии США, но на вооружении армии был заменен на БАЕ-ЛИНК-64 АПАЧИ. Модернизированные версии продолжают летать с вооруженными силами нескольких других стран. В ВИПЕР-1 остается на вооружении корпуса морской пехоты США, УСМЧ, в качестве основного вертолета атаки сервиса. Излишки вертолетов А1 переоборудованы для тушения лесных пожаров. С разработкой БЛА-1 тесно связана история БЛА-1 и Ракуаис, символа войны во Вьетнаме и одного из самых многочисленных построенных типов вертолетов. УА-1 сделал теорию воздушной кавалерии практической, поскольку новая тактика требовала от американских войск высокой мобильности на обширной территории. В отличие от прежнего, они не стояли и не сражались в долгих боях, не стояли и не удерживали позиции. Вместо этого планировалось, что войска, перевозимые флотом УА-1 и ЕС, будут перемещаться по всей стране, чтобы сражаться с врагом время от времени и в местах по своему выбору. 1. Вскоре стало ясно, что невооруженные военные вертолеты уязвимы для наземного огня со стороны Вьет-Конга и войск Северного Вьетнама, особенно когда они спускались, чтобы сбросить свои войска в зоне высадки. Без дружественной поддержки со стороны артиллерии или наземных войск единственный способ умиротворить зону приземления был с воздуха, предпочтительно с помощью самолета, который мог бы близко сопровождать транспортные вертолеты и зависать над зоной приземления по мере развития боя. К 1962 году небольшое количество вооруженных УА-1 использовалось в качестве эскорта, вооруженных несколькими пулеметами и ракетными установками. Массовое расширение американского военного присутствия во Вьетнаме открыло новую эру войны с воздуха. Основой тактики армии США были вертолеты, и защита этих вертолетов стала жизненно важной ролью. Белл исследовал боевые вертолеты с конца 1950-х годов и создал макет своей концепции боевого вертолета Д-255, названный «Иракийский воин». В июне 1962 года Белл продемонстрировал макет армейским чиновникам, надеясь получить финансирование для дальнейшей разработки. «Иракуа и Суариор» планировался как специально построенный штурмовик на базе компонентов У-1В с новым тонким планером и двухместной тандемной кабиной. Он отличался гранатометом в шаровой башне на носу, 20-мм пулеметом, установленным в брюшной части, и короткими крыльями для установки ракет или противотанковых ракет СС-10. Армия заинтересовалась и в декабре 1962 года заключилась Белл-контракт на испытание концепции. Белл модифицировала модель 47 в модель 207 «Сиоукс-Щоут», которая впервые поднялась в воздух в июле 1963 года. «Сиоукс-Щоут» обладал всеми ключевыми характеристиками современного ударного вертолета – тандемная кабина, укороченные крылья для вооружения и установленная на подбородке орудийная башня. После оценки разведчика «Сиоу» в начале 1964 года армия была впечатлена, но также почувствовала, что разведчик «Сиоу» был малоразмерным, маломощным и, как правило, не подходил для практического использования. Необходимость траницы, решение армии и недостатка «Сиоукс-Щоут» заключалась в запуске конкурса «Адванчейт Аэриал Фири Суппорт Сыстьем» АВС. 5. Требование АВС привело к появлению Лачхейта 56 Чини, тяжелого ударного вертолета с высокими скоростными характеристиками. Он оказался слишком сложным и был отменен в 1972 году после 10 лет разработки и заменен программой «Адванчейт Атачка Личаптер». Армия стремилась к большей живучести в обычном ударном вертолете.